А мы идем по следам Шерлока Холмса, кстати, который современный, который камбровый, он дважды ходил по этому мосту. А мы рядом с театром Old Week на протяжении почти 20 лет, художественным руководителем которого был Кевин Спейси. Ты голосуешь окурками? Да, голосуешь окурками, живешь ты за северно-то Лондон или за южно. Так, это Даша. Знакомьтесь, Даша. В общем, Даша работает с Костей Пинаевым, который главный специалист по Лондону. Но в этот раз, вместо того, чтобы по традиции провести потрясающую экскурсию, Костя, что сделал? Свалил. А ты можешь жестами показывать, жесты видны. Костя свалил. Свалил в Соединенные Штаты Америки. Но самое ужасное, судя по последним фотографиям, я видел его на Ки-Уэсте. Для тех, кто не знает, Ки-Уэст это главное место, куда съезжаются престарелые геи и где они проводят старость и благополучно умирают. Костя, вполне возможно, уже одной ногой вступил в Голубой Легион. Попивает ром, покуривает сигары и смотрит на Кубу, которая находится примерно в 100 милях от Ки-Уэста. И говорят, даже иногда ее видят. Даша главная по Лондону теперь, да, она приняла эту эстафету, она главная по Лондону и сегодня она нам что-то интересное расскажет. Когда раньше были привередливые кони, вот такие зеленые будочки стояли по всему Лондону, где можно было напоить лошадку. Суровые времена были, поэтому извозчики всех этих лошадей периодически пили, периодически засыпали в этом пьяном состоянии и лошадь шла туда, где знала, что можно попить и поесть. Она шла к этим будкам, там можно было действительно найти свою лошадь, найти себя потом, когда ты просыпаешься, а лошадь пришла к этой будке. Но их все закрывали, естественно, когда с конями закончилось все, и теперь некоторые из них остались как памятник архитектуры, а вот некоторые даже кофе продают. Никакие лошади здесь не ели, здесь зажирал пролетариат, что ты рассказываешь? Вот там были такие столики, это была маленькая столовая. Маленькая столовая, где можно было такой... В общем, это МакАвто для извозчиков, можно было сесть и что-то сожрать. Вы могли согреться таким-нибудь супом, но ничего угречительного вам не нальют. Тут у нас все реконструируют, реконструируют и никак не выреконструируют. Биг Бен у нас в лесах. На три года. То есть в ближайшие три года в Лондон можно не приезжать, ничего интересного вы не увидите. Ну, в плане Биг Бена. Вот это здание, которое реконструируют сейчас, это раньше было Shell Building, собственно, большая нефтяная компания Shell, которая построилась все после Второй мировой войны, поэтому это все такое бетонное, стеклянное и немножко страшненькое. И здание было раньше значительно больше. От здания осталась только вот эта штука, вот этот большой корпус снесли, и на месте его сейчас строят офисы, жилую недвижимость. Вообще, Запад Лондона сейчас реконструируется, вон там судя по количеству всех строительных кранов. Там раньше, собственно, южный берег на западе, там были всякие промышленные зоны, всякие фабрики, огромная электростанция в Баттерсе, которая сейчас тоже вся перестраивается, куда Apple будет переезжать. Британский и много всяких разных других компаний. Там сейчас такие самые-самые модные районы, еще с видом на темп. А мы идем по следам Шерлока Холмса, кстати. Шерлок Холмс, ну, который современный, который Камбровый, он дважды ходил по этому мосту. В первый раз, когда они там искали пропавшего банкира в первом сезоне, и они шли искать уличное искусство как раз. А второй раз в последнем сезоне, когда они таинственные женщины, шли и гуляли по городу сначала, там вырисовывал Майкрофту всякие послания, а потом, собственно, шли здесь и заканчивали вечер, встречали утро вот тут на лавочке на Южном берегу. Здесь 1951-й, они проводят здесь фестиваль под названием Британия, который признан обозначить величие Британии в самых разных областях. Тут можно зайти, там внутри есть стендерный фестиваль. Первый год они открывают здесь фестиваль, посвященный культуре, искусству и всему такому красивому. Действительно, за три месяца эту всю выставку посещают 8 миллионов человек. Где-то половина от британца, и еще 4 миллиона, кто приехали специально из Европы, из Америки на все это смотреть. Действительно, всякие достижения всего британского, и плюс все, как это было тогда модно, все из стекла и бетона, что потом назвали красивым словом модерн здесь. Мы это, наверное, как брутализм еще воспринимаем. Ну, вот этот Royal Festival Hall, вот он как раз, а все, он как раз здесь остался. Все остальное как-то снесли и немножко трансформировали. Отсюда, неблагоприятный район, начали как-то через искусство, через эти фестивали трансформироваться. Мы подбираемся к Лиг-стрит, здесь совершенно прекрасные машинки, еще старые такие, колоритные стоят, в честь какой-то выставки. Но Лиг-стрит уникальное место. Это изначально был просто туннель под железнодорожными путями, который в 2008 году облюбовал себе Бэнкси, знаменитый уличный художник. В Лондоне, несмотря на то, что здесь уличное искусство, конечно, цветет самыми разными цветами, но даже в Шордичи, в самом таком вольнолюбимом районе, это все еще полулегальная история. На это где-то смотрят сквозь пальцы, но мест, где официально можно было бы прям разрисовывать, их нет. Кроме вот этого Лиг-стрит, Бэнкси через своих друзей и товарищей в 2008 году договаривается с местными властями, что можно мы разрисуем все это. И собирает под это дело своих друзей-художников от уличного искусства. Они закрываются здесь на 24 часа, и по итогам 24 часов здесь вот самое-самое лучшее, в принципе, что есть на тот момент в уличном искусстве. Сейчас покажу, что Бэнкси нарисовал. Там, что знаменитое, да. Было здесь, сейчас, естественно, этого уже нету, потому что Лиг-стрит место, где разрешено рисовать всем, и тут все и рисуют. Здесь экспозиция меняется, ну, чуть ли не раз в день, раз в два дня. Но ничего достойного нет? В основном нет, потому что сюда приходят учиться, сюда приходят те, кто только начинают. Больше здесь граффити, чем стрит-арта, но здесь хорошо летом. Здесь летом иногда устраивают фестивали какие-то тематические, и тогда сюда подтягивают самые разные персонажи. На потолках немножко повеселее, сейчас дальше особенно пройдем. Здесь вечно собираются бесконечные какие-то фэшн-съемки, да, все, что на фоне красивых зарисованных стен. Да, Бэнкси был вот здесь, но, естественно, он уже погребен под слоями краски. Самая наглядная демонстрация того, как быстро меняется вообще уличное искусство. Сам Бэнкси говорил, что как только ты отошел от стены, то все, тебе эта стена больше не принадлежит, и кто угодно может подойти и сверху начать все перекрашивать, что, собственно, не происходит. Если кто-то на месте Бэнкси что-то нарисует, это не обидно? Нет. Ну, это будет очень жалко для тех людей, которые могли бы это продать за большие деньги, если отпилить кусок стены, но для самого Бэнкси нет. Тем более он же с трафаретов рисует, он может еще такое нарисовать. Политических историй много, но вот они достаточно так. быстро реагируют на происходящее. По этой улице, по Лавермашу всегда был рынок Южного берега, один из самых больших, и сейчас они продолжают всякие ширпотреб здесь продавать по выходным. Мы рядом с театром Олдвик на протяжении почти 20 лет, художественным руководителем которого был Кевин Спейси. Да ладно, то есть этот рассадник Харасмента? Да. Более того, на прошлой неделе была новость о том, что 20 сотрудников объявили о том, что он на них, в общем, домогался. 20 лет, по кругу. Да. 20 лет, видимо, руководил и каждый год по сотруднику. Они пытаются как-то дистанцироваться от этого скандала, но на самом деле, при этом Кевин Спейси спас этот театр, потому что в 90-е годы Олдвик был на грани банкротства. Он приехал своим именем, притягивал людей. Он сам продюсировал, он сам выступал здесь. И все, кто ходили, говорят, что как актер, конечно, потрясающе. Ты безоговорочно веришь в тем обвинение? Нет, я не... Нет. Вот это самая такая странная история. Понятное дело, почему многие молчали. Но когда идет вот эта волна, и 20-30 лет спустя все начинают друг вспоминать, надо плюс при этом понимать о том, что если мы говорим про какой-то там шоу-бизнес, да, или там про музыку, то надо понимать, там, в 70-80-е годы какая была культура. И понятное дело, что если там какая-нибудь рок-звезда начинала, в общем, там, флиртовать с какой-нибудь фанаткой, это не обязательно значит, что она, в общем, на нее грязно домогалась, и что это, в общем, харасмент. Но... Ну, история неприятная по всем показателям. Идем по улице, которая называется Закат, Отрезок. И при ней в 19 веке говорили, что это самое страшное место, самое последнее место в Лондоне, в котором вам хотелось бы оказаться. Ну, в Лондоне много таких улиц, которые самые ужасные улицы в мире, но... Пойдем сюда. Ну, вот эта улица, действительно, здесь просто был рядом вокзал, улица торговая, поэтому тут, в общем, все пороки человечества существовали. Ну, а сейчас уже прекрасно, мило, замечательно. Ну, это такая вот типичная панелька советская, да? Ну, да. Слушай, а что это за трущобы? Что это их у них несет? Вот мы притащились в трущобы, которые очень сильно протестуют, потому что бы их сносили. Это дома под охраной государства, которые построены здесь в 19 веке. И это были места жизни именно рабочего класса. Более того, этот район до сих пор охраняется... Что это за ведра? Это пепельницы. Да, все под охраной государства, поэтому вы не имеете права, если вы снимаете или владелец, да, это все безобразие, не имеете права менять фасад. Фасад должен выглядеть именно так, именно поэтому на окнах ставни, которые никто не меняет на стеклопакеты. Единственное, что вы можете поменять, это цвет дверей. И я всегда говорю, что здесь совершенно не... Да, сейчас мы пройдем дальше, и я спасем Рупель-стрит. Пройдем дальше, расскажу, что это за против чего протест. Протест против, в общем, протест против изучения английского языка, на самом деле. Вот, против школы изучения английского языка. Вот, двери разноцветные, и на самом деле, когда часто их перекрашивают, часто их перекрашивают весной. Ну, новый сезон, все дела. И в строительных магазинах, даже в отделах краски, они ставят такие маленькие дощечки, которые по форме, как двери. И с примерами того, как эти краски выглядят. Дверь ты имеешь право перекрасить? Да. Это единственное, где ты можешь свою творческую фантазию реализовать? Да. Вот там есть товарищ, который перекрасил еще и ставни на окнах. Я не уверена, что это очень легальная история. Вот, вот эта школа английского языка, Ингриш Фёрст, против которой они бастуют. Я сейчас найду фотографию. Они хотят здесь сделать, немножко, ну, соответственно, закрыть вот этот внутренний дворик. Сейчас я найду проект. Да, специально красные телефонные будки, которые, по-моему, даже без телефонов. А здание само изначально, это была церковь. Церковь. Ага. А, вот, мне кажется, что кто-то вот такой ухе собирается построить. Да. Вот. И вся улица протестует. Да, соответственно, вот они хотят еще накрыть. То есть вот сейчас здесь внутренний дворик, они хотят накрыть вот таким дополнительный корпус построить. И не будет видно тогда фасад этой церкви старинной. И вообще вся улица. Да, если вы не хотите на протест. Они постоянно здесь протестуют. Здесь изначально было, они хотели строить здесь мост через Темзу, который был бы мост с ботаническим садом на нем. От идеи отказались, но здесь протест шел достаточно долго, потому что должны были строить на деньги местной, местной власти. Да. Они были там очень много денег уже потратили на него. А потом отказались, да. Ну, как это часто бывает. А вот это жилье, Peabody House. Peabody это был бизнесмен большой, американский. И заодно благотворитель, который, в общем, когда заработал кучу денег, покупая товары в Европе и продавая их в Америке. Ну, то есть все, что не нужно. В старом свете и все, что очень ценится в новом. Он начал строить вот такие дома. Это вторая половина 19 века. И передавать их государству. Это, по факту, было первое социальное жилье в Лондоне. Одно из он таких домов построил вместимостью 30 тысяч квартир по Лондону и пригородам. Сейчас тоже частично социальное жилье. Более того, он был высокоуважаемым персонажем, этот Peabody. Что на его похоронах присутствовала даже королева Виктория. Она, в общем, за все, что он сделал, таким образом высказала ему дань уважения. Нам прям. Белодорожка. Это трасса Q14. Тут же все трассы, они... Не берусь. Сама на велосипеде ехать? Нет, я до сих пор боюсь ездить на велосипеде, потому что... Ну, как-то... Смотри. Достаточно опасно здесь. Смотри, видишь? Опасно, не опасно. А здесь все маршруты, указатели. То есть, едешь как по трассе. Детская площадка, да, для местных жителей. Это детский сад, наверное, или это просто площадка? Нет, это точно детский сад рядом. Просто детская площадка. Голосуешь окурками? Да, голосуешь окурками, живешь ты за северный лондон и за южный. Но это все находится на южном берегу, поэтому здесь плюс-минус равенство. То есть, это, по идее, мотивирует людей выкидывать... Больше курить. Больше курить и голосовать таким образом в район. С одной стороны, больше курить, а с другой стороны, это мотивирует... Ну, не бросать на улицу окурки, да. Ну, ее, да, донести и проголосовать. И, да, вело-ракушка. Я, кстати, не помню, был в лондон, я раньше не видел. Они обычно... Они есть, они обычно в жилых районах. Даже не у всех дома есть места, чтобы поставить велосипед. У нас тут дома есть велосипеды, но у нас поэтому нет стола на кухне. Вот сеть Premier Inn и куча вот этих i2m в окончании. Это исторически идет именно из Британии. Потому что вот так обозначались здесь постоялые дворы. Какой-нибудь George Inn, какой-нибудь еще Inn. Постоялые дворы, где внизу был паб, а наверху были комнаты, где можно было остановиться. Сейчас уже остались, как правило, только пабы, а гостиница перетащила себе вот это название. Что, работает? Надо кнопку нажать. Да. Пошла... Ну, лавочка с зарядкой, да. Вот так вот, и пошли гулять, все, давай, пойдем и проверим. Да, тут у нас еще Wi-Fi должен быть. Да, вот есть Wi-Fi. Да. Порт, умная лавочка. Тут есть вот встроенные два кабеля у нас. USB-C и Lightning для айфона. Есть просто два USB-порта и все. А C нету, где C? А еще и... Нет, C нету. Есть еще для беспроводной зарядки. Вот это вот уже. Можно просто положить телефон для беспроводной зарядки. Так, что это за памятник у нас? Товарищ, который иногда начинает как будто дышать. Я при этом не понимаю, как это работает. В смысле начинает дышать? То есть он начинает двигаться. А, слушай, ну да, он такой прям как живой. Ну, имеет непосредственное отношение к Tate Modern, я думаю. Так, а Tate Modern, для тех, кто не знает, да, это самый... В общем, главный музей современного искусства в Англии. Какая-то конструкция, по-моему, детская площадка. Какая-то для очень больших детей. Как мы. Это новое здание. Это новое здание, да, они открыли в прошлом году. А, да. Еще 10 этажей современного искусства. Еще 10, куда уж больше современного искусства. А изначально было просто старое здание электростанции, которое мы все-таки перейдемли. Класс. Мы изучаем, наконец-то я нашел что-то интересное. Мы изучаем детскую площадку. Значит, здесь такая труба, оранжевая, которая проходит здесь по всему парку. И к этой трубе в некоторых местах прилеплены вот такие качели, например. Совершенно так. Но это все-таки такое, это скорее объект современного искусства. Потому что дети здесь как-то качаться не смогут. Даже я не могу здесь качаться. В общем, это не площадка, оказалось. Это искусство. И за такой хуй. Народ, обыватель, современное искусство ей ненавидит, не понимает. Женщина, знай своего врага. Это фашизм. Да, нет, слушай, здесь сразу хорошо. Я куплю себе магнитик. Класс. Вообще класс. Плакнотик. Поскольку музей бесплатный, они здесь устраивают на каждом шагу поборы. Например, стоит такой для пожертвований ящик. Где предлагают 4 фунта им дать. И люди он дают. Самая большая туристическая ловушка современного Лондона. Одна из, это Шарт. Вот впереди. Которая обязательно будет вам рекламировать, что за 30 фунтов поднимитесь наверх. Давай так, меня развел Костя. Говорит, мы идем смотреть Шарт, а когда его только открыли. Хотя можно на халяву, смотрите, есть Шарт, который у нас здесь один из последних модных небоскребов. А есть вот это уродливое здание, которое, по легенде, сожгло автомобиль и теперь затонировали один из фасадов. Они еще поставили... Окки-токи, да? Да, называются Окки-токи. Они даже не только затонировали фасад, они еще поставили такие, как жалюжи с внешней стороны, чтобы солнце не помнилось. Там наверху есть кафе. Скайгарден называется. Которое можно прийти и... Я жгу, я... Ну, читал он. И переустроить там себе экскурсию. Но при всем при этом с южного на южный берег, на котором мы сейчас находимся, лучше всего смотреть именно вот с этого смотровой площадки Тейт Модерна, на котором сейчас... Которое тоже бесплатно. Которое тоже бесплатно, которое плюс не очень высокая, потому что южный берег, как видно, у него не очень высотная застройка. И здесь, как бы, сколько, 70 этажей Шарда вам не сдались совсем никуда. А 10 этаж Тейт Модерна совершенно прекрасно. Более того, у вас открывается отличный вид на собор Святого Павла отсюда. Да, и это еще при том, что здесь открытые площадки, можно нормально пофоткать. Да, без стекла. В отличие от Шарда или от этого Скайгарда. Все с этими, все с солнечными панелями. Вот мост Блэкфраерс, железнодорожный, такая, как у нас, станция Воробьева города, да, там тоже же... Ну, тут, правда, электрички останавливаются. И наверху, естественно, тоже электронные панели. Самое смешное, конечно, начинается вот здесь, потому что это жилые кварталы. И здесь везде должна быть даже табличка о том, что, пожалуйста, охраняйте, ну, берегите приватность живущих здесь людей, но... Все смотрят в окна. Все смотрят в окна, да. Ну, там как-то тоже ходят по кухне. Пожалуйста, уважайте соседей и не смотрите им в окна. Да, в общем, Южный берег такой, ничем не приключательный, не сильно высотный, но прекрасный в своем обаянии. Мы пришли в галерею, в Саачи галерея. Это одна из главных галерей по современному искусству в Лондоне. И здесь у нас показывается постсоветский акционизм. Начинается все с Олега Кулика, который... Что он делал? 1993 год. Клал на котят. Туалет. Да. И... Это... Я, простите, что? Спросим у зрителей. Это искусство или туалет не работает? А-а-а... Я затрудняюсь сейчас. Поскольку у нас это акционизм, вот смотри, то тут важно понимать, что он преследовал, когда... Это знаменитый, да, когда он на... Да-да-да, это, кстати, очень крутая штука, ну, в смысле зрелищная. Павленский со своими прибитыми гениталиями и поджогом двери, он не дотягивает по зрелищности. Вот смотри, вот это вот классное фотка. Мужик сидит, охуевает. Вот так вот, в общем, жители Лондона знакомятся с русским акционизмом. Слушай, я сейчас иду и думаю, что не забанит ли мне в этом видео на YouTube, если я буду показывать российский постсоветский акционизм. Возможно, ну, поскольку это акционизм, это же важно не только действие, важно и место, и время этого действия. Поэтому, когда это было в 90-е, я просто был слишком юн, чтобы это оценить, но тебе должно быть виднее, что когда-то прошел в 90-е, возможно, этим он что-то хотел сказать. Как, к примеру, история с Пуссерайт в храме, да? Она нам понятна, ну, то есть, почему это нам все произошло. Через 20 лет дети будут смотреть, говорят, слушай, а что это за хуйня была тогда? Расскажи папа. Ты говоришь, ну вот в храме, а в чем? В чем прикол? Да. Уголовное дело в отношении Павленского. Да, слушай, здесь прямо целый зал посвящен уголовным делам Павленского. Вот, наконец-то. Вот еще. Это у нас Арсен Савадов. С шахтерами такими. Красиво. С художной точки зрения. Не... Красиво. С художной точки зрения. Не... ... ... ... ... Василий Слонов, Достоевский, 2017 год, кстати, свежая. Ленин в зимнем уборе. Сурков, Ходорковский, Пугачева, Собчак, Бондарчук, Михалков, Петросян. Берия, Гитлер, Сталин. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok